Святитель Спиридон Тремифунский подвязался на Кипре, однако его знают и любят не только на его родине, но и по всему миру. Храм в его честь есть и в Краснодаре. О том, как здесь прошло престольное торжество, расскажет Евгения Аганова. Еще затем на прихожане Краснодарского храма в честь святителя Спиридона Тремифунского встречали своего архипастыря. Глава Кубанской митрополии, митрополит Исидор, посетил церковь святителя Спиридона по случаю престольного праздника. В этот день его высокопреосвященство возглавил здесь божественную литургию. Екатеринодарскому и кубанскому владыке сослужило духовенство нескольких краснодарских приходов, настоятелей и священнослужителей городских храмов. Возглавляет приход святителя Спиридона священник Иларион Максимец. Атмосфера в храме была праздничной. В стенах небольшой церкви собралось много верующих, среди которых были и прихожане других краснодарских храмов. Так повелось с древних времен – приходить в престольный праздник на богослужение в храм именинник. Считается, что в этот день сам святой, небесный покровитель храма, незримо присутствует в церкви и молится о каждом, кто возносит свои воздыхания к Богу. На аналое с любовью украшена икона святителя. На ней он изображен с кирпичом, из которого исходит огонь и вода. По преданию, так святой объяснил понимание единства Пресвятой Троицы на Первом Вселенском Соборе, где отцами церкви рассматривалось неверное учение некоего Ария. Святой Спиридон обладал щедрыми дарами Божьего милосердия. Исцелял неизлечимо больных, изгонял бесов и даже воскрешал мертвых. Небольшой храм в честь святителя Спиридона окружен высокими многоэтажками. Молодая церковь выстроена в молодом микрорайоне Московском. Над современной жизнью не властен принцип «самый высокий дом Божий», а жаль. В престольный праздник после Божественной Литургии вокруг храма совершили крестный ход. Впереди касачество с хорухами и иконами, духовенство с образами. Владыка-митрополит прочитал отрывок из Евангелия от Иоанна, который обычно читает в День памяти святителей. Верующие получили окропление святой водой, видимым символом Божьей благодати. Крестным ходом и молебным пением завершилось праздничное богослужение в Святоспиридоновском храме.